Хотели бы вы стать более стройной, не отказываясь от любимой пищи и обрести фигуру своей мечты без насилия над собой? Если вы давно хотите наконец похудеть, но не можете начать, а может просто откладываете свое похудение на потом, потому что у вас нет времени и сил? Сегодня это самый лучший момент, чтобы наконец похудеть с удовольствием и наконец подарить себе тело, которое вы заслуживаете Всем, кто хочет похудеть, необходимо сейчас же перейти по ссылке под видео и получить совершенно бесплатно видеотренинг доктора Галины Николаевны Гроссман Избавление от пищевой зависимости Привет всем! Сегодня у нас в программе декупаж жестяной банки Я взяла банку от оливок и сначала нужно покрасить ее белой краской, чтобы под декупажем у нас было хорошее основание, хороший фон, чтобы хорошо было видно на шарнале Банка хорошо высохнуть должна, чтобы салфетка наша не прилипала к краске Итак, покрываем баночку белой краской и даем ей хорошо высохнуть Можно покрыть баночку также краской внутри, это уже по вашему желанию, можно оставить как есть Следующий шаг, это мы выбираем орнамент для нашей баночки Так как баночка круглая, понадобится большой отрезок салфетки Я с большими кусками возиться не люблю, поэтому разделила салфетку на две части Подбирайте салфетку с таким орнаментом, чтобы не сильно было видно на ней швы Также учитывайте, что при намокании водой салфетка будет немного растягиваться Убираете все слои салфетки и самый верхний вы накладываете на файл рисунком вниз и сбрызгиваете водой Этот вариант декупажа очень простой Убрав все лишние большие складочки, вы накрываете вторым файлом салфетку И уже более смело вы гоняете все пузырьки воздуха И также убираете оставшиеся складочки на вашей салфетке Этот способ очень приятный, потому что салфетка не деформируется Вы можете уверенными движениями, смелыми работать с этой салфеткой по файлу Разными кисточками я пользуюсь, где помягче, где потверже Вы уже смотрите, как вам удобно Убираете верхний файл И вот перед вами уже совершенно гладенькая расправленная салфеточка Уберите лишнюю воду в салфетке Так как банка крутится, я положила палочки для устойчивости Чтобы процесс работы был более приемлемым И уже по файлу вы разглаживаете салфетку с середины ко всем краям Выгоняя оставшиеся пузырьки воздуха Хотя их не так много Салфетка у вас уже полностью разглаженная Там не будет практически никаких морщинок Вы просто сейчас следите за тем, чтобы ваша салфетка хорошо перестала к самой банке Если банка у вас ребристая, как в моем случае Проверьте, пожалуйста, чтобы салфетка хорошо легла на все складочки На банке, на все ребрышки Чтобы у вас не образовались там пузырьки Если это случится, то салфетка просто со временем отстанет от банки И весь ваш труд пойдет на смарку Когда вы уже разгладили салфетку Вы убедились в том, что нет пузырьков Вы просто убираете сверху файл Аккуратно Еще раз пройдитесь мягкой кисточкой по банке Чтобы убедиться, что у вас все хорошо пристало Здесь нужно быть более аккуратным Потому что салфетка мокрая и может потянуться за кисточкой Поэтому нужно быть предельно внимательными и осторожными Не торопитесь Лишнюю салфетку можно загнуть на дно баночки А можно более твердой кисточкой просто убрать Я загнула на дно баночки А как твердой кисточкой убирать, вы сейчас увидите Потому что я забыла один край салфетки надорвать На салфетке предыкупажа не должно быть идеально ровных краев Чтобы орнамент хорошо смотрелся Поэтому я лишнее просто убрала твердой кисточкой И теперь вы покрываете орнамент ПВА Разведенным один к одному с водой И полностью покрываете весь орнамент вашей салфетки Не пропуская ничего Салфетка должна хорошо пропитаться ПВА Вы можете оставить просто Сушить банку на некоторое время Чтобы салфетка высохла Либо можете воспользоваться феном Я практически всегда пользуюсь феном Потому что этот процесс более быстрый Не люблю ждать долго И уже потом, когда салфетка высохнет Вы можете пользоваться второй частью салфетки Если вы решили, как и я, пользоваться Разрезать, разорвать салфетку на две половинки Когда края неровные у салфетки То шва практически не будет заметна Особенно после того, как вы покроете все И лаком, и все высохнет Со второй половинкой салфетки Вы работаете точно так же С помощью файла Выгоняете опять все пузырьки воздуха Если вдруг они образовались И снимаете файл Уже когда ваша салфетка Полностью пристала к баночке Ну и опять пройдитесь Кисточкой мягкой По всем ребрышкам баночки Если она у вас ребристая Проверьте, хорошо ли все пристало у вас И вот швов практически не видно Я показываю, как у меня соединились Две половинки салфетки Покрываете все акриловым лаком Уже я не раз говорила, что акриловый лак Самый лучший Потому что он не воняет Быстро сохнет Не оставляет желтого налета Для практичности Покройте 2-3 слоя Салфетку Чтобы хорошо высохла она еще Между слоями И вот я решила воспользоваться Глиттером Чтобы украсить Вверх баночки Чтобы у меня карандашница Блестела Я нанесла тот же самый клей ПФА на ободок банки И сухой кисточкой Наносила глиттер Просто кисточку макала в блестке Я человек экономный Не люблю Когда много материала Израсходуется Зазря и выкидывается Поэтому не обмакивала Не рассыпала блестки А вот работала кисточкой А можно было конечно там внутри Еще покрыть краской Не очень красиво выглядит Но в принципе Когда стоят карандаши Там ничего не видно И вот такая карандашница У меня получилась Если вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь И делитесь с друзьями Всего вам доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok